Всем привет! Сегодня мы будем с вами делать вот такую баночку. Сделана она будет из обычной стеклянной банки от томатной пасты. Сначала мы начинаем окрашивать всю поверхностью с помощью белой акриловой краски и губки. Хорошо все окрашиваем, можно в 2-3 слоя. Каждый слой нужно обязательно просушить. Далее мы приклеиваем накладки на клей-момент или клей-пистолет. И все еще раз хорошо прокрашиваем, даем высохнуть. Далее мы берем крышку и какую-то фигурку ангелочка, ну или что-то другое, что вы найдете у себя в доме. Приклеиваем с помощью клея-пистолета. Хорошо прижимаем. Далее мы будем окрашивать. Застилаем поверхность рабочую. Работает лучше в перчатках, потому что будем распылять краску из баллончика. Но сначала мы окрасим ангела также в белую акриловую краску. Даем высохнуть и покрываем сначала синей краской. Но можно также использовать любой цвет, который есть у вас в наличии. Сначала еще краска, когда не успела высохнуть, начинаем протирать выступающие места орнамента и ангела в самые выступающие точки. Даем высохнуть. Далее мы еще раз немножечко проходим белой краской именно выступающие моменты. Следующий слой будет серебристым. Также можно любым другим цветом, который у вас есть в наличии. Распыляем на банку, на крышку. Даже если какие-то места вы пропустили, то это не особо критично. Когда краска еще не успела высохнуть, мы некоторые места протираем дубкой. Создаем эффект неравномерности, чтобы была фактура и эффект состаривания. Еще раз немного проходим белой краской и высветляем выступающие фрагменты. Здесь нам не нужна равномерность, какой-то эффект хаотичности, неоднородности. Это нам нужно для фактурности и для того, чтобы баночка у нас выглядела как будто бы она уже старинная, потертая. Добавляем высохнуть этому слою. Не забываем про все места, чтобы не особо просматривалось стекло. Далее мы немножечко берем коричневую акриловую краску и втираем в глубины различные орнамента. Создаем также эффект какой-то потертости. Можно еще дополнительно пройти сверху белой краской, именно на выступающих фрагментах, на ребрах баночки. Добавляем где-то полчаса-один час высохнуть краски. Вот такая баночка у нас получается. Следующим этапом мы покроем лаком матовым. У меня матовый лак для декупажа. Можно любой, который имеется у вас. Тщательно мы им покрываем все места. Далее берем блеск и сыпем. Создаем эффект сияния, сверкания. Также мы проделываем все с баночкой. Также посыпаем блеском. Вот такая красота сверкающая у нас получается. Следующий завершающий этап, это мы можем привязать любое кружево. У меня было такое в наличии. Можно льняное. Главное, чтобы оно не было сильно широкое. Вот такая красивая баночка у нас получается. Я думаю, можно ее использовать как сахарницу, для каких-то круп и для хранения различных мелочей, вещей. Подписывайтесь, ставьте лайк за мой труд. Я стараюсь и буду вас удивлять.